книга открытым оком том 14 тема политика вопрос 2858 что вы думаете о птичьем гриппе даю вам газету прокомментируйте ее отвечает игнатий тихонович лапкин тв пульт в кавычках 7 13 ноября 2005 год номер 8 страница 2 кавычки открыты в этом году жертвами нового вируса гриппа в россии могут стать миллионы людей в одной только москве заболевание может закончиться летальным исходом для трех с половиной миллионов человек такие данные приводят американские и российские ученые установившие что эпидемии испанки гриппа унесшего 50 миллионов жизней в 1918 1919 годах началась после мутации вирусов птичьего гриппа и обычного человеческого при попадании двух вирусов в организм человека заболевание мутирует и может передаваться обычным воздушно-капельным путем при отсутствии действенной вакцины пандемия может принять угрожающий характер кавычки закрыты уже не раз отвечал что не верю существование подобной болезни это масона и комитет 300 кавычках умышленно запускает разные болезни и дестабилизирует сельское хозяйство приготавливает к вымиранию лишних едоков 4 миллиарда скобках и миллион и один миллион жителей москве искусственно за деньги конечно нагнетает обстановку загоняет людей в резервацию скорболовы с принцовкой во рту везде зараза и жить незачем берут на анализы тысячи птиц перелетных и пока ни одно не обнаружили с нужными им бациллами бактериологическая война против умов неверующих людей нам это и слышать не пристало так как все в руке божией лука 21 глава 9 стих цитата когда же услышите о войнах и смятениях не ужасайтесь ибо этому надлежит быть прежде но не тотчас конец откровение 9 глава 18 стих цитата от этих трех язв от огня дыма и серы выходящих изо рта их умерла третья часть людей птицы нужны чтобы пожирать трупы людей уже распространяющих заразу второзаконие 28 глава 26 стих цитата и будут трупы твои пищу всем птицам небесным и зверям и не будет отгоняющего их книга и ремея 16 глава 4 стих цитата тяжкими смертями умрут они и не будут ни оплаканы ни похоронены будут навозом на поверхности земли мечом и голодом будут истреблены и трупы их будут пищею птицам небесным и зверям земным откровение 19 глава 21 стих цитата а прочие убиты мечом сидящего на коне исходящим из уст его и все птицы напитались их трупами полотенце недавно испачкал хирург оперируя ночью своих же коллег им сигнал поступил и отправились вдруг за бригадой сестричек во след что случилось что было теперь не узнать их подмяло безбожная пьяная свора а мафором не скрыла их божия мать и кресты им не стали опорой в той машине иконка висела всегда осветил окропил их карету священник кто мог думать что их не минует беда и накроет предсмертным учением эти сто почему обсуждали при всех в пустоту упирая вопросы может чей-то один нераскаянный грех за черту так легко перебросил есть в божественном промысле столько страниц будто склеил их намертво клей до рождения вверх дорога петляет вдруг бросилась вниз судьбы многих метнулись как тени прыгал резво и блохою давид по горам и от сына родного бежал без оглядки скрыться в храме желал но не выстроен храм кубок желчью наполнен несладкой и потом через тысячи лет узнаем его жизнь есть прообраз и нашей регент машет предсмертно подбитым крылом на вечерне привычную ставшей почему разверзаются в пламени гневом небеса не над иродом а над иоанном им тиранам в аду место мало в гиене чтоб с холуями вместе со сворой поганой пятна крови на память остались опять резус группа все это так хрупко нерукотворный спасителя плат распростерт надо мною над трупом 30 октября 2005 год Игнатий Тихонович Лапкин